Центральная детская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина стала одной из площадок для работников отделов обслуживания проекта «Детская библиотека. Новая реальность». Здесь собрались библиотекарь из 15 муниципалитетов края для обсуждения актуальной темы, как заинтересовать младшее поколение книгами. Цель у нас такая, чтобы уйти от гаджетов. Сегодня именно мы об этом будем говорить. Чтобы уйти от электронных каких-то цифровых технологий. Как привлечь, как вернуть детей к печатной книге. Оторвать их от компьютеров. Чтобы они вновь читали, чтобы им было интересно. Вот об этом мы сегодня и будем говорить. О книгах, допустим, об интерактивных, необычных, интересных, которые, показав детям, и когда дети их видят, эту необычность, объёмность какую-то, ну что-то такое нереально красивое, они забывают о компьютерах. Садятся, открывают эти книги, уже не могут от них оторваться. Это, наверное, вот один из методов. Современная, необычная книга, именно не электронная, интерактивная, а печатная. С помощью которых можно оторвать детей от гаджетов. Коллег приветствовала директор Центральной библиотечной системы Лобинского района Елена Бородина пожелала участникам семинара интересной и продуктивной работы. Многие приехали из очень отдалённых муниципалитетов нашего Краснодарского края для того, чтобы обменяться здесь опытом, поделиться информацией, приобрести новые знания, подарить новые знания другим, своим коллегам. Участники встречи поучаствовали в деловых, профессиональных слушаниях и мастер-классах по темам интерактивной книги библиотеки, современный метод привлечения к чтению, организация проектно-исследовательской деятельности библиотекарей, работающих с детьми. Говорили о взаимодействии детской библиотеки и учреждения образования как фактор формирования читателя-ребёнка. Также библиотекари обсудили проблемы современной семьи в детской литературе 21 века. О новых формах работы с читателями в Лобинской детской библиотеке участникам семинара рассказала заместитель директора Елена Ионина. Лобинские сотрудники на семинаре представили несколько форм массовых мероприятий, которые можно использовать в работе с читателями-детьми. А представитель Краевой детской библиотеки познакомила всех с новыми интерактивными детскими книгами, с которыми можно изучать уникальные факты из истории с помощью дополнительных вкладок. Они находятся в свободной продаже, можно заказать в интернет-магазинах. И когда наши библиотекари их увидят, я думаю, они заинтересуются и постараются изыскать возможность, чтобы их приобрести для своих библиотек. Уже в январе 2019 года интерактивные книги пополнят фонды Лобинской библиотеки. Кроме основных тем Краевой школы были проведены индивидуальные консультации по различным вопросам. Наталья Твиненко, Татьяна Щукина, Игорь Исаков, телекомпания Лобан.